очень забавное видео из стареньких пожалуйста взгляните подтверждение теории катюшика да этот человек пытается запустить у нас шарик вокруг постоянного магнита да это вот возможно ли равновесие на силах притяжения вот мы смотрим да вот любой человек этот эксперимент способен поставить здесь можно прятаться вот этим вот плохишам только а трение такое что трение здесь есть да но не дает нам как бы картина нифига подобного трения здесь незначительно эффект наблюдался эффект бы наблюдался здесь нет эффекта здесь здесь просто тело либо уходит с орбиты либо падает на притягивающее тело никакое равновесие на прямых силах притяжения невозможно это вот реальность по вопросу взаимодействия двух ножей двух пластин ребята тут тут у нас нервничают и пытаются как-то как-то оспорить и в частности показать все так себе по классической теории тяготения ньютона р это расстояние между центрами масс приехали вот посмотрите комментарии кто вот это вот пишет это вот прям коренные безграмотные жулики двоечные которые идут на потасовку вот просто или безграмотное чудо специально идут на потасовку потому что в любой справочной литературе прежде чем выйти на центром масс рассказывают что такое гравитация это совокупность взаимодействие от каждой точки вот есть здесь масса значит от нее взаимодействие есть здесь от нее от всех областей от мелких мест от частных точек как угодно содержащих массу подсчитывается совокупное взаимодействие это сумма всех объемов гравитирующих и на и только на базе этого можно не обязательно а можно считать расстояние как расстояние между центрами масла гравитирующих тел но это не будет точным самое точно это вот как как раз по совокупности что ближе что дальше и поэтому ваш аргумент просто бессмысленный некомпетентный безграмотный когда примыкаются два ножа согласно графика именно на поверхностях поверхность в курсе да что такое поверхность это тонкий слой так вот любую константу от маленькую константу получаете микроскопическую константу при взаимодействии на поверхности вот посчитайте там этот слой у вас получается два эффекта первое приближение в результате сил между частицами содержащими массу так а второе это вот уход силы в бесконечность до этой маленькой поверхности смотрим график видим уходит она бесконечность уходит поэтому за центр массу спрятаться не можете как вы только два ножа на прямом притяжении приложили оторвать их невозможно любая константа нужно на бесконечность равна чему 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 сосредотачиваются по вашей же концепции на равна бесконечности одна бесконечность константа умножена на На бесконечность дает бесконечность. Поэтому вот эту бредятину, ваши расчеты слабоумные, не приводите. Курите, мы часть двоечники позорная. А вы смотрите, кто вам написал про эти центромассы, и просто получайте представление о их квалификации. Люди не знают саму схему и тут же, тут же лопучат. Да, вас за лошар считают, за последних обманывают. Позорники, позорники. Позорники, стыдоба. Мелянцев. Теория Катюшика является несостоятельной по той причине, что в ней не описана механика и механизм отталкивания тем полем, как и в чем толкает поле тела, непонятно. Вот Мелянцеву, блин, непонятно, значит теория не верна. Дура что-то не поняла, значит что-то не верно. Ну, там есть подробно описано. От каких тел ведется отталкивание? От комплекса удаленных объектов. Когда вы слышите слова «комплекс удаленных объектов», вам непонятно. Мы показывали вам фотографии космоса, здесь ковер галактик. От него происходит воздействие, отталкивание. Это непонятно. Или вам непонятно, как через такое расстояние силы могут распространяться, что ли? Вам не рассказали? Ну да, вам не рассказывали. Ну, это реальность. Ограничения для тяготения нет. График, посмотрите. Вот есть график. Он идет, не обнуляется, уходит в бесконечность, не обнуляется. Если есть этот график, то сосредотачивайтесь, пожалуйста. Это вопрос про механизм. Он не понимает, как с помощью поля может что-то отталкиваться. А, и это тогда неизлечимо. Вот товарищи эфирщики, они не понимают. Вот им надо, чтобы была скорлупка и было взаимодействие с скорлупкой. Вот тела должны скорлупкой толкаться. Я не знаю, как они скорлупками должны притягиваться, наверное, крючочки должны быть какие-то. Но люди не понимают, что любое тело, любой объект, любая скорлупка, это получается вещественная материя. Она должна из чего-то состоять. И здесь, даже если вы все из скорлупок делаете, у вас просто кусок бетона вместо вселенной получается. И там ничего не шеволится, палец невозможно просунуть, поскольку вам надо все воздействия передать, да, вашими скорлупками, шариками, например, из скорлупок. Скорлупка сама должна из чего-то состоять. И вот как-то надо вот, пусть скорлупки будут на расстоянии. А если на расстоянии, тогда между ними поле. Что-то должно быть не скорлупное. Они этого не понимают. Мы тщательно для них вот сняли фильм эфир. Наберите фильм эфир, медленно посмотрите. Витаминов такие попейте и смотрите. Раза два-три. Тогда мозг вернется, смышленность посетит ваш череп. Милианцев, скорее всего, не может прочитать монографию и разобраться в том, что там написано. Ну он же фотографии из монографии постит. Как-то он их там взял. Он картинки может... Просто реально те вопросы, которые там описаны, про которые все разжеванно рассказано, он их опять же задает и говорит, это все неправильно, я опять не понял. Ну не понял, это вопрос понимания, это не вопрос контента. Так, если существуют черные дыры, значит должно быть черное сверло, которым сверлят черные дыры. Нормальный тезис. Нормальный тезис. Нормальный тезис. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова